Прошек, так называется, почти неизвестное за пределами Хорватии вино, которое в Италии считают огромной угрозой. Не сам напиток, конечно, его название, которое, незнакомым со славянскими языками людям, может напомнить Просекко. Это принципиально разные вины, которые производятся по-разному из разных сортов винограда, но еще в 13-м году хорватам запретили писать слово «прошек» на этикетках бутылок, отправляемых в ЕС. Тогда Загреб попросил зарегистрировать их вино как защищенное местное наименование. Процесс по разным причинам откладывался, но в сентябре этого года Еврокомиссия выразила готовность вернуться к хорватской заявке. В Италии будто взорвалась бомба. Цель этой инициативы – защитить конечного потребителя. Когда потребитель видит сразу Просекко и Прошек, он может запутаться. Даже многие итальянцы считают, что Прошек – это английский перевод Просекко. В Хорватии заявляют, что и думать не могли составлять конкуренцию Просекко. Совершенно разные потребители. Но в представлении Рима конфликт продолжает серию скандалов с поддельными марками, сделанных в Италии. Когда под ударом оказывается Просекко, самое продаваемое в мире итальянское вино, неудивительно, что проблема приобретает общенациональные масштабы. Во-вторых, этот удар исходит из европейской страны. До сих пор у нас были проблемы только с производителями за пределами Европы. Например, с американскими или китайскими, которые давали своим продуктам звучащие по-итальянски названия. В Хорватии считается, что Прошек – это от слова «прошлий», то есть последний. Делают его из ягод очень позднего урожая, засохшего прямо на лозе. В Италии же уверены, что слова специально сделаны похожими, как «Адидас» и «Абибас». Можно найти итальянские бутылки прошлого века, на которых написано «шампанское». То же самое произошло с хорватами еще в 1700 году, когда название, которое они использовали для своего вина, просто напоминало оригинальное название, связанное с местом под названием Просекко. По-словенски оно называется Просек. В самом месте под названием Просекко бьют тревогу. Этот винодельческий регион – часть всемирного наследия ЮНЕСКО. В винном конфликте здесь видят прямую угрозу собственному благополучию, не в последнюю очередь туристической отрасли. Статус всемирного наследия ЮНЕСКО – это помощь экономике. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть холмы, очень интересные, с географической точки зрения, уникальные. Но кроме того, это место ассоциируется у них с тем продуктом, который является частью местной культуры и традиций. И этот факт в ЮНЕСКО тоже учитывали, когда выносили решение. Экспорт Просекко по всему миру итальянцы оценивают почти в 2,5 миллиарда евро ежегодно. Производство прошека меньше на порядке. Но дело не столько в прибыли, сколько в самом принципе защиты традиционных наименований. Так что стороны конфликта с нетерпением ждут решения Еврокомиссии.